Пульс радио, Блиц-ФМ, телеканал Регион-12 и агрохолдинг Акашева идут на рекорд. Самый длинный шашлык России. Шашлык, которого хватит всем. 9 июня с 16 часов на Патриаршей площади. И швейцы, и жнецы. Более 400 участников из 12 районов республики встретились на днях в Вишкоролене в соревнованиях четвертых летних сельских спортивных игр. Кроме традиционных видов программы, таких как волейбол, легкая атлетика и баскетбол, сельчане-спортсмены соревновались и в профессиональных дисциплинах, которые больше ни в каких других спортивных соревнованиях не встретишь. Заниматься сборкой и разборкой доильного аппарата для Ираиды Артемьевны дело привычное. Правда, говорит она, одно дело это на ферме, привычной для себя обстановке, другое дело прилюдно. На стадионе «Дружба» под прицелом видеокамеры. Мне хотелось подвезти район, так как попросили уж нас, чтобы поучаствовать здесь в соревновании. Особо нет, не готовились. Раньше ездили тоже на соревнования, а сейчас уже несколько лет не ездили. А это уже пригород Вишкоролы, ипподром поселка Руэма. Тут свой класс показывали мастера косы. Казалось, дело нехитрое. Дается участок 5 на 5 метров. Задача накосить травы как можно скорее. Правда, с одной оговоркой. Косить надо тщательно. От земли до среза не больше 5 сантиметров. Справиться с такой задачей могли только самые опытные. Я с детства 5 лет я кусал. С многодетной семьи 5 ребенок. Держали две коровы. Надо было сына изготовить. Вот с телегами, с мамой. Я с телегой. И под деревьями кусили. С детства я кушу. На этом соревновании второй раз участвую. Я люблю кусать. Это я учителем работаю в сельской местности. Вместе с женой все время кусили. Впрочем, кроме сельских дисциплин, на сельской олимпиаде были представлены более привычные виды спорта. Тут и легкая атлетика, волейбол, баскетбол. Не забыли организаторы и о других дисциплинах. Всех тех, что будут представлены на всероссийских играх. Гиревой спорт, армспорт, мини-лапта. В последних, кстати, у наших спортсменов неплохие шансы. Да и очков в общую копилку она дает немало. Что важно в общекомандном зачете. Если говорить о мини-лапте, здесь он наиболее простой, наверное, вид. То есть снаряжение минимальное. Вот в чем плюс его. И могут играть дети, начиная уже по простым правилам, наверное, с первого класса. Он очень подвижный и развивает такие качества именно у школьников, как подвижность, ловкость, быстрое мышление, умение быстро находить выход из какой-то затруднительной такой ситуации. В подобной затруднительной ситуации оказались механизаторы, которым за наименьшее количество времени требовалось филигранно объехать все препятствия. Ведь одно дело на сельских просторах рассекать на тракторах. Другое дело скованным лабиринтом на Дворцовой площади. Всего же в соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 12 районов Мариел. В итоге победу одержала сборная Медведевского района. Серебряным призером игр стала команда Парангинского района. Третье место у Советского района. По итогам Олимпиады будет сформирована сборная Мариел для участия во всероссийских играх. Пройдут они в Чебоксарах в июле месяце. Пульс радио, Блиц-ФМ, телеканал «Регион-12» и агрохолдинг Акашева идут на рекорд. Самый длинный шашлык России. Шашлык, которого хватит всем. 9 июня с 16 часов на Патриаршей площади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова